Кулебинам придется поумерить свой изобретательский пыл. Еще со времен советского дефицита, когда отечественный автопром не мог удовлетворить потребности и чаяния любителей скорости, у наших автолюбителей осталась эта привычка дорабатывать автомобили до идеального состояния. В надежде получить машину мечты, инженеры-любители залазят под капот, сбрасывают лишнее, дорабатывают подвеску. Однако скоро ситуация поменяется. На любые изменения понадобится одобрение. 1 июня вступает в силу новый закон об автотюнинге. Чем обернется он для любителей отправить свою тачку на прокачку, пытался выяснить Иван Рябцев. С ургутским знатокам автотюнинга эта Mazda RX-7 хорошо знакома. Именно на ней 5 лет назад в Красноярске был поставлен абсолютный рекорд прохождения трассы «Красное кольцо» в классе «Задний привод». До сотни этот заряженный спортивный автомобиль разгоняется за 4 секунды. Во многом благодаря многочисленным изменениям в конструкции. Бочонок. Он предназначен для того, чтобы убрать пузырьки из жидкости для более эффективного охлаждения. Сейчас детище автотюнинга красуется на выставке в одном из павильонов торгового центра. Но может случиться так, что эта Mazda так и останется музейным экспонатом. И на дорогах Сургута больше не появится. Причина – новый закон, регулирующий автотюнинг. Могут ребята столкнуться с проблемами, что тюнинг во благо себе, ну то есть желание улучшить автомобиль может привести к проблемам законодательства. По новому закону там касается, по-моему, всего автомобиля, то есть от капота до багажника, от бамперов до крыльев. То есть если элемент не является заводским, то должна как раз присутствовать вот эта процедура сертификации. По новому закону, с 1 июня любое изменение в автомобиле, будь то увеличение мощности двигателя, прокачка подвески, тормозной системы или даже обвес, должно иметь соответствующее разрешение. Выдачей документов будут заниматься специальные испытательные лаборатории, которых, к слову, в нашем округе пока нет. Как нет и реестра допустимых изменений. Есть лаборатории, которые не в нашем округе находятся, а вообще на территории Российской Федерации, то есть это ближайший Екатеринбург, Москва, еще какие-то города. То есть есть и люди оттуда получают заключение предварительно технической экспертизы, протокол безопасности конструкции транспортного средства. С начала года в отделение ГИБДД Сургута югорчане подали 160 заявок на выдачу свидетельств о соответствии после изменений конструкции машины. Но практически во всех случаях речь шла лишь об установке газобаллонного оборудования. И еще для пяти автомобилей автошкол потребовалось разрешение на эксплуатацию после установки дополнительных педалей для инструкторов. Но едва ли такие изменения можно назвать тюнингом. А он в настоящее время в лучшем случае полулегальный, потому что либо детали не сертифицированы, либо доработки и вовсе выполнены кустарным способом. Для участия в гоночных заездах на специальных трассах он подойдет. А вот красоваться в общегородском потоке на доработанном авто не стоит. Водителю составляется правопостановление, либо протокол об административном правонарушении. Дальше передается рапорт для аннулирования регистрации транспортного средства. То есть снимается с учета, так как внесены изменения в конструкции. Ну, все внесение изменений. То есть те детали, которые не предусмотрены были заводом-изготовителем. Многие любители автотюнинга согласны с такой позицией, но не согласны с тем, что сертификация деталей, призванных улучшить базовые характеристики авто, ложится на плечи конечного потребителя, а не завода-производителя или специализирующихся на тюнинге мастерских и магазинов. Почему сертификацию не должны проходить именно индивидуальные предприниматели, то есть кто продает данный тюнинг? Потому что по идее во всем мире практика такая, что все конторы, которые продают тюнинг, это уже заводское исполнение с надлежащим запасом прочности и ответственности. В отличие от обычной машины, продать тюнингованный автомобиль гораздо сложнее. Владельцу либо придется искать покупателя из числа поклонников автоспорта, который будет использовать машину только на соревнованиях, либо приводить машину в первоначальный заводской вид. В противном случае остается только сдать автомобиль на утилизацию. Иван Рябцев, Игорь Батищев. Специально для программы «Больше чем новости» из Сургута.